Аллилуйя, благословляем вас! Благословите друг друга, благословите тех, кто подошел! Благословите! Любовью Господа Иисуса Христа мы благословляем вас, драгоценные братья и сестры! Аллилуйя! Давайте благословим друг друга! Аллилуйя! Слава Богу! Поприветствуйте друг друга! Аллилуйя! Благословляю вас, ваш дом, всю вашу семью большую, избранную Богом! Ты мой избранный Божий сосуд! Ты избранный Божьей сосуд. Аллилуйя, благословляю вас. Любовью Господа Иисуса Христа. Аллилуйя. Аллилуйя. Благословят, не стесняйтесь. Даже если вы не знаете друг друга, благословите. Потому что мы, дети Божьи. Аминь. У нас течет одна кровь Христова. Аллилуйя. Слава Богу. И мы обыты кровью Иисуса для вечной жизни. Аллилуйя. Слава тебе, Господь. Аллилуйя. Благодарим тебя, Господь. За твою святое присутствие. За твою благодать, Господь. Аллилуйя. 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 Это твое. Это твое. Бежанно. 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 Слава тебе, Господь. А драгоценное. У нас сегодня чудесное время. У нас сегодня причастие. И мы готовим наши сердца к тому, чтобы принять то, что Бог заповедовал нам. Чтобы мы были готовы к этому чудесному таинству, который заповедовал нам сам Христос. Аллилуйя. Благословляем вас на это действие. И мы рады приветствовать у нас в гостях особого гостя Сергея Журавлева, нашего брата, благословенного архиепископа, реформаторской православной церкви. И очень интересный, просто чудесный человек Божий, муж Божий, с которым мы его уже знаем 25 лет. И это слава Богу. Он евангелист, миссионер и вообще проповедник славы Божьей. И я верю, что сегодня будет особенное время. Может подключить питание. Особенное время. Да, у меня здесь питание, пожалуйста, можно включить. Все, слава Богу, Андрей, помоги включиться. Аллилуйя, в дело Божье. Аллилуйя, спасибо Господу. Мы приветствуем вас, благословенный брат. Да, приветствуем. Любовь Иисуса Христа еще раз. Слава Богу. И поэтому, пожалуйста, аллилуйя. Вы знаете, церковь наша исповедует, что один Господь, одна вера, одно крещение. И Господь всех нас. Мы христовы. Христос не принадлежит к пятидесятникам или баптистам. Мы христовы. Аминь. У нас одна деноминация. Христиане. Аминь. Слава Богу. Поэтому мы благодарим Бога, нашего Иисуса Христа, что мы можем такие разные встречаться на одной площадке, величать и славить одного Бога. Аллилуйя. Благодарим тебя, Господь. Аллилуйя. И запьем чашу живой воды. Аллилуйя. Поэтому, драгоценные, откроем свои духовные уши и духовные глаза, чтобы видеть и слышать, что Бог приготовил для нас сегодня. Это чудесное время. Поэтому будем внимательны. У нас есть время, драгоценные мои. Мы, честно говоря, мы не ограничены. Если кто-то ограничен, но Бог безграничный, и мы не ограничены. Аллилуйя. Слава Богу. Да. Поэтому давайте. Можно вместе поговорить? Давайте. Я просто как гость первый раз у вас, но, знаете, меня подкупает даже само название в вашей церкви. По-хорошему. Вот именно единство. И Господь, Христос, Иисус, Он посреди нас. И есть, и будет. Всегда. До скончания века. Спасибо. Спасибо тебе, Господь. Благодарю тебя за эту честь, быть Божьим гостем в этом собрании, которое имеет такое наименование. Удивительное. Единство. Это единение. Действительно. С тобой. И друг с другом. Оно беспрецедентно. Оно восхитительно. Оно просто очаровывающее. Уже два тысячелетия это таинство раскрывается. Боже. В судьбах миллионов-миллионов верующих. Боже, благослови Господь сегодня. И благодарю тебя, Господь, за пастор Сергей. Благодарю за всех братьев, сестер. Боже, благодарю тебя, Господь, за зеленоград. Боже. Пусть действительно зеленеет. Боже, расцветает. Боже, в твоей благодати этот город. Во имя Иисуса Христа. Благослови, Господь, сегодня Москву. Благослови сегодня всю Русь, матушку. Подними, Господь. Боже, из всякого гроба греха, проклятия, беззакония. Воскреси. У тебя есть сила воскресения. И сила, Боже, действительно, этого единства в истине. В любви твоей слава тебе, Господь. Благодарю тебя, милостивый Государь, Царь царей, Бог богов. Благодарю тебя, Иисус Христос. И ни в коем другом нет для нас спасения. Ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись. Которым спасены, которым спасаемся. Благодарю тебя, Господь, за все. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь. И мы стали близки кровью Христа. К кровью Христа. Аминь. Слава Богу. Слава Богу. Слава Иисусу Христу. Братья и сестры, приветствую всех именем Господнем. И очень рад быть с вами. Намеревался раньше приехать. Да. Да. И вот даже вот хочу попросить прощения. Вот. Последний раз, когда намеревался сюда приехать, это был очень хороший повод свадьбы Андрея и Сары. Но хотя бы на годовщину попал. На первую годовщину. Слава Богу. Сегодня у них годовщина. Да, годовщина свадьбы. Поздравляем. Я не смог их тогда благословить, но телом отсутствия, но духом присутствия я, в общем, благоставлял их. Поэтому, значит, я не могу сказать, что я не благоставлял их там и не молился за них. То есть это было бы неправдой. Потому что я, значит, хотя физически не смог быть, но духом я был здесь и присутствовал, благоставлял вас. Вот. Вот, поэтому, хотя телом я сейчас первый раз в вашем собрании, но в духе уже не первый раз уже. Год назад, по крайней мере, был здесь. Слава Богу, в Зеленограде. Вот. И благословляю вас, братья и сестры, благословляю во имя Господне, во имя Иисуса Христа. И позволю себе, вот, перед тем, как буду говорить, знаете, вот, я не часто какие-то вещи такие могу, как бы, может, наблюдать, как бы, и видеть, и говорить, но не могу удержаться просто. Знаете, вот, когда вот прославление, спасибо певчим музыкантам, спасибо огромное, да. Это, вот, это классно, это хорошо, это действительно Божье, вот, это, когда мы молимся, когда мы прославляем Бога, когда поклоняемся Богу, это очень сильно. И знаете, и это было удивительно, когда, я не видел это физическими глазами, но, вот, я думаю, понимаете, да, есть другие глаза, духа глаза, которые иногда открываются хорошо, иногда слабо видят, как и физические глаза тоже, иногда, как что-то не так просмотришь, иногда хорошо. Видишь, и знаете, Господь, Он обнимал каждого из присутствующих, вот, вот, совершенно каждого, я удивился так вот, и я просто не мог даже воздержаться от обнимашек там, вот, просто вот, Он действительно обнимал так, я даже удивился. И знаете, удивительно, как бы параллельное собрание есть здесь сейчас, вот, это собрание одно, а, как бы, ну, в более реальном мире, этот мир реально, он хороший, слава Богу, благостовенный, это его творение. И он творил все хорошо, не халтура, все качественно. Знаете ли, не его вина, что все пошло так в кривь и в кость у нас, 5779 с половиной лет назад, как бы, так вот, завелось уже. Вот, но, знаете, в его более реальном мире тоже собрание здесь идет сейчас, вот, и оно пересекается, это собрание, вот, как бы, и это удивительно, когда его собрание пересекается с нашим собранием. Это очень трогательно, очень красиво и очень волнительно. Для меня это очень волнительно, я не так часто просто наблюдаю такие вещи, вот, как бы, и мне это очень даже волнительно. Поэтому я очень рад тому, что его собрание сейчас здесь тоже, вот, и оно пересекается с нашим собранием, вот, и это не просто слова, я сейчас говорю, а действительно, и в этом собрании, его собрание есть, я думал, это мы же, тоже мы. Я не понял даже сначала, что это такое. Вроде те же самые люди, вот тот же самый Андрей там стоит, допустим, там и себя видел тоже я, но это я понял, это не мы, это ангелы наши. Они похожи на нас, вот я удивился, но они как-то немного отличаются, и похожи, и не похожи. Я, допустим, там был в лучшей физической форме, и в этом мире я почти все зубы потерял, а в том мире у меня все зубы были, я обратил внимание на это, я не знаю, почему именно на это внимание обратил, но обратил внимание. Вот как бы, кто на что внимание обращает, вот, и в этом мире все были исцеленные, вот, не было никого больных, вот, я сразу обратил внимание, что, и он, я так понимаю, подозревая хочет, чтобы это было вот и в этой реальности, из этой реальности, его реальность, и в эту реальность, это, то есть его замысел, его воля, не его воля, чтобы люди, значит, знаете ли, были, вот, да, да. Спасибо тебе, Господь, спасибо, спасибо, благодарю тебя, благодарю тебя, Господь. Я в нашей церкви тоже наблюдал не так давно, в начале года, в начале весны, точнее даже говорить, в начале весны наблюдал тоже одно такое видение, первый раз в жизни видел собрание ангелов, вот, это было потрясающе, это было восхитительно, это было незабываемо. Я приехал намного раньше, чем, ну, все, я планировал за час приехать до собрания, вот, мы там в арендованном помещении проводим благослужения, вот, и там у нас не в постоянной аренду, а на время. И часто бывает, что перед собранием нужно там, ну, привести в порядок много чего, ну, у них там свои мероприятия в этом помещении, и, ну, там не обрезанные собираются, как бы, тоже, значит, ну, ладно. Вот, значит, и, знаете, что, я, ну, я приехал за три часа даже, вот, не спалось совершенно, как только метро открылось, я сразу поехал, и приехал, знаете, и, значит, думал привести в порядок, а удивился, все в порядке. Вот, до нас с вечера были совершенно какое-то партсобрание какое-то там даже, но они оставили в такой порядок хороший, я даже удивился, ну, молодцы, с уважением отнеслись. Вот, как бы, значит, обычный бардак какой-то оставляли, а это хорошо, все чистенько, там, аккуратненько, так, надо же, думаю, спасибо Богу за них, вот, значит, и, и, знаете, вышел наперед, думаю, ну, что ж, я тогда помолюсь, вот, думал, пораньше послужить, для меня честь, как для пастора, послужить именно людям, вот, перед тем, до прихода церкви, там, помыть даже полночь, там, что там, знаете, это для меня честь, потому что, ну, это, как бы, это служение Дома Божьего. Вот, и, знаете, а здесь, значит, ничего не пришлось мне делать, все чисто, все, вот это, да. Кстати, я потом узнал такую вещь, фантастическую вещь совершенно, что вот к этому порядку предыдущее собрание не имело отношения, оказывается, и там уборщица штатная отсутствовала, и, значит, и на вахте вот этот вахтер, который там сидел, он говорил, что никто с вечера, никого не было до утра, до вашего прихода никого не было там, то есть Дом должен был в мордах. То есть порядок был сверхъестественно там установлен, то есть вот это тоже момент, тоже, как бы, но это, это я потом уже узнал. Вот, значит, и здесь, представляете, значит, я начинал, думаю, сейчас я помолюсь, и немного так было, надо же, думаю, если бы я приехал там чуть попозже, я же не знал, что порядок будет уже, то, значит, как раз обычно за полтора часа кто-то из братьев приезжает, вот, и уже начинают молиться некоторые, думаю, я бы с кем-то помолился, хотя бы там отец Алексея, думаю, приехал бы наш вот священник там благочинный, или же там отец Викторович должен был обещать приехать, обещал приехать. Думаю, мы бы хотя бы там вдвоем, втроем помолились бы, думаю, а если я один как-то, ну ладно. И только собрался было молиться, знаете, я охнул, вот собрали, там столько стульчиков, но зал побольше, чем этот, ну, там, может, в два, ну, даже больше, чем раза. Значит, и, значит, и там, значит, стульчики, и удивительно, вот там они стояли, я не сразу понял, кто это, но это ангелы, они как бы и видимы, и невидимы. Вот, значит, и, и вдруг я увидел, что, ну, некоторые из них заметили, что я их вижу, они-то привыкли, что их невидимы, а здесь, когда они засекли, что меня видят, а мне так, я думаю, надо сделать вид, что я их не вижу, но это уже было поздно, меня, видимо, выдало уже удивление на лице, короче, и другие заулыбались, они такие улыбчивые, такие, такие радостные, так, все, и вот столько было стульчиков, да, вот столько было вот этих, ну, ангелы. Крыльев не видел, не знаю, но они были как люди, но и не люди, люди и не люди, вот непонятно, вот они какие-то другие, но улыбаются, там Голливуд отдыхает вообще, они такие радостные, такие довольные вообще, вот, и когда я заметил, что я их, значит, что их вижу, они, значит, заулыбались все, вот, мне-то как-то так вот, ну, успокоило меня это, что они улыбаются, знаете ли, во-первых, а во-вторых, думаю, значит, ну, попробую помолиться, ну, как бы, ну, на всякий случай протестирую, значит, помолюсь, ну, вроде наши, а там, знаете, ангелы разные, вот, ну, я понял, что наши, как бы, да, но все-таки, думаю, помолюсь, и, значит, ну, я, ну, коли они уже видят, что я их вижу, ну, что, уже скрывать было поздно, ну, говорю, давайте помолимся, и они как-то тоже подняли руки, и думаю, все, ну, хорошо, наши точно, раз славят Бога, значит, наши, значит, славим Бога, славим Иисуса, вот, и, вот, не знаю, ну, часа полтора-два прошло, как бы, как бы, я думал, это одна, одна минута, я думал, это одна минута только, значит, это потом сообразил по времени, когда, значит, отец Алексей пришел, когда нас на благочин, он, примерно, за час, примерно, пришел, я потом прикинул, стоп, значит, получается, часа два прошло, но было, как будто бы, одна минута, вот, вот, реально, когда руки опустил, да, значит, уже отец Алексей, и он зашел, и говорит, я не пойму, что здесь такое, здесь какое-то собрание было, я не могу даже зайти в таком присутствии, что, вот, как будто бы, вот, сквозь какой-то кисель, жиле какое-то прохожу, вот, вот, воздух, как будто он, какой-то он, такой, вот, его как будто разрезали руками, ногами, что-то, что-то, что-то здесь произошло, я говорю, отец Алексей потом расскажу, вот, да, и, вот, с вами делюсь этим, знаете, удивительно, но сегодня они здесь тоже, и они похожи на нас, только некоторые из нас уже не молоды, а они, они не состарелись, самое интересное, они не состарелись, вот, я видел, вот, вот, да, вот сестричка, вот, да, вот сзади, вот, а ваш ангел, он, как, такая красивая девушка был, вот, я, ну, я даже ахнул немного, знаете, вот, как бы, я не видел вас в юности, совершенно, как бы, я не знаю, вас в первый раз вижу, значит, но, ну, вы очень красивые, вот, в том были, вот, не, ну, я говорю, что вы тоже красивые сейчас, сейчас красивые, да, значит, у вас своя красота сейчас, знаете ли, но, я к тому, что в его том, ладно, спасибо тебе, Господь, спасибо, благодарю тебя, Боже, Боже, благодарю тебя, Отец, за то, что ты сейчас благословил нас своим святым присутствием, и, Боже, пусть твоя воля, твоя исполняется, она прекрасна, она удивительна, эта воля, о каждом из нас, спасибо, спасибо, благодарю тебя, благодарю тебя, Господь, за благодать эту, ты сказал, даже двое или трое, во имя твое, там и ты, во всей своей полноте, могуществе присутствуешь, спасибо, Господь, спасибо, драгоценный, спасибо, возлюбленный, спасибо, спасибо, Просто миллион раз спасибо, тебе, Господь, спасибо, спасибо, спасибо. Мой возлюбленный, прекрасен, Краше тысячи других, Вид его подобен кедру, На подножьях золотых, Вот он идёт, Господь грядёт, Мой возлюбленный грядёт, Вот он идёт, Бог мой грядёт, Мой возлюбленный, Мой возлюбленный стучится, Отвори, сестра моя, Время пения настало, Голубица чистая, Голубица чистая, Вот он идёт, Господь грядёт, Господь грядёт, Мой возлюбленный грядёт, Бог мой грядёт, Царь мой идёт, Мой возлюбленный грядёт, Гряди, Господи Иисусе, И благостали народ свой, Возлюбленный Свою, В этом времени пения, Времени хвалы, Поглонения, Времени молитвы, Потому что дом Твой, Это дом хвалы, Дом поклонения, Дом единения с Тобой, Дом молитвы, Наречаться для всех народов, Благостовен Ты, Царь наш, Благостовен Господь, Утешитель, Дол да наполнится, Хол понизится, Отцы и дети, Дети и отцы да обнимутся, И Господь Боже даст Свершиться это чудо, Господь, Пред Твоим возвращением, Слава Тебе, Слава Тебе, Господь, Аминь. Братья, сёстры, И говоря о единении, О единстве, Конечно, Об этом хочу говорить, Раз церковь так называется, Тем более, О чём ещё говорить, О единстве, конечно. Вот, и 17 глава Иоанна, Вот, я хочу прочесть, Натюна Богу, И поделиться словом. Да, Ваше здоровье, За реформацию. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. Да, 17-17, если точнее. Легко запомнить очень, Иоанна, 17-17. Да, очень, Такое ключевое место, Исписание. Одно из таких моих любимых, Вообще, Мест Писания, Честно говоря, Когда на молитве, То одно из моих любимых, Молитвенных, Мест Писания. Слава Богу, За воду, Слушайте. Перед тем, Не могу всё-таки, Я хочу это сказать, Тоже, Опять-таки, Потому что, Когда ещё молились, Ещё было, Ещё кое-что было, То есть, Не всё ещё, Далеко не всё. Ещё одна вещь была такая, Только не знаю, Как её сказать. Ну ладно, Бог даст. Ну, Конечно, Ладно. Короче, За что купил, За то продал. Значит, Вот когда Иисус уходил, Да, Было такое, Опять-таки, Видение, Не видение, Не знаю, Опять-таки, Что это было, Либо мне это просто Вообразилось, Само собой, Ну, Банка с огурцами, Вроде, Ну, Глупость какая-то, Ну, Причём, Если огуречная банка, Значит, Солёные огурцы. И вдруг я вспомнил, Стоп, Вспомнил, О чём я говорил у себя в церкви, О чём я говорил уже Не первый год, Несколько раз вспоминал, Пример такой, Как раз с этим соленьем огурцов, Стоп, Точно, Вспомнил. Иисус, Когда уходил, Помните, Да, Он, Его последние слова, Ну, На земле, Как бы, Да, В теле. Вот, Он сказал, Среди прочего, У Марка записано, Очень красиво, Мне нравится, Ну, Матфей тоже неплохо, У всех по-своему, Как бы, Хорошо записано, Это последняя встреча такая, Расставание, Вознесение, Мы говорим, Да, Господь, Даже как праздник празднуем, Вот, Отдельно. Вот, И интересно, Что, Он, Уходя, Сказал, Что, Кто будет веровать, Говорит, Да, И крестится, Говорит, Спасен будет, Вот, Кто не будет веровать, Говорит, Осужден будет, Вот, И, Знаете, Вот, У Матфея, Это, Еще более колоритно, Так вот, Там говорится, О крещении, Там, Во имя Отца, И Сына, Святого Духа, Вот, И, Так расширенно, Как-то так, И, Там говорится, Вообще, Там, Сделать учениками все народы, Как бы, Так вот, Глобально, Так вот, Знаете, Мысли, Там, Матфея, Это все увидел, Так вот, Интересно, И, Сейчас, Обычно, Ну, Не только сейчас, Вообще, Еще со средних веков, Самых, С глубокой древности, Вот, Эти слова Иисуса, Обычно, Мы относим, К, 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 Не, Ну, Есть, Конечно, Там, Всякие суеверные толкования, Ну, Такие примитивные, Там, Вот, Но, Есть обычное толкование, Такое, Классическое, Общехристианское, Притом, Там, Протестанты, Православные, Католики, Не важно, В принципе, Все, Как бы, Больше, Не меньше, Но, Согласно, С такой, Трактовкой, Что, Здесь, Идет речь, Как бы, О водном крещении, О водном погружении, Во имя Господне, Которое совершает верующий человек, Даже, Есть, Такое, Движение, Да, Баптисты, Баптизы, Раньше, В Советском Союзе, Спугали, Баптистами, Да, Вот, Что, Есть такие, Баптисты, Вот, Которые, Там, Каннибалы, Там, Там, И, Чего только не творят, Вообще, Вот, Да, Кровь пьют, Значит, Там, Там, Хапун совершается, Там, У них, Там, Хапают друг друга, Там свет включают, Короче, Всякой гадости говорили, На баптистов, Но, Когда я познакомился с баптистами, Милые люди, Нормальные люди, Как бы, Значит, У них, Там, Столько детей, Куча, Там, У каждого, Вот, Когда они успевают, Думаю, В жетов приносить кого-то, Значит, У них, Там, По 10 детей, Там, И, Знаете, Значит, Я бываю в баптистских цеплях, Проповедую, Вот, За эти годы уже часто довольно бывал, Здесь, Вот, Неподалеку от вас, В Химках, Химки-то рядом с вами, Там, Там, На Ботаковском заливе, Кто не знает, Там, Очень хорошая церковь, Баптистская, Вот, И у них, Олини, Сергеенко, Короче, Бывают там, Проповедую, Вот, И, Там, Хорошее молодежное общение, Такое собрание тоже, Вот, И, Ну, Мне очень нравится у них тоже. В каждой конфессии, В каждой церкви, Какие-то свои особенности, Какие-то свои там, Нюансы есть, И прочее. Вот, Но, Дело в том, Что, Это слово баптизу, Да, В современном критическом языке, Начиная со средних веков, Имеет значение это слово, Покружение, В смысле окунание. Вот, Окунулся в воду, Да, Это уже баптизу, Вот, Знаете ли, Да, Вот, Как тот в сказке, Значит, Молодец там, Раз там, Окунулся в молоко, Вот, Вот, Да, Молодец, Значит, Но, Знаете, Интересно, Значит, В старом греческом языке, На котором написан, Собственно, Новый Завет, Он написан не на самом деле, На греческом, Да, Понимаете, Да, Он написан на одном из, На речи греческого старого языка, Койи называется, Ну, Это такой суржик, Это такой сельский, Такой, Очень примитивный, Упрощенный греческий, Тогдашний. Это не язык, Сократа, Аристотеля, Платона, Не, Это язык, Деревни, Села, Язык, Рабочий, Крестьянский, Короче, Греческий язык, Это рабочий, Крестьянский. Вот, Читаешь, Когда там старый греческий, Там Сократа, Платона, Аристотеля, Это буржуйский, Такой греческий, Знаете, Там слог такой, Что и не выговоришь вообще, И сразу не поймешь, Нужно не сказать, Перечитать, Чтобы понять. А вот этот, Просто народно-деревенский, На котором написан Новый Завет, Он настолько примитивен, Там, Как бы, Там нельзя не понять, Буквально, Там, Вот, Читаешь, И сразу понимаешь смысл вообще, О чем идет речь, Там ничего не прячется абсолютно. Вот, То есть, Дух Святой показал изначально, Что он хочет быть понятным. Не потому, Что он такой, Деревенщина, А потому, Что он хочет быть понятным для всех. Не прятаться, Не скрываться, Знаете, Вот, Не там, Не сфиги в кармане, Как-то, Знаете, Или там, Да, А вот, Вот так, Чтобы было все понятно. Просто всем человекам, Абсолютно всем. Вот, И, Я уверен, Если бы Бог захотел бы, Он так вдохновил бы, И Марка, И всех остальных, Там, Евангелистов, Они так бы закрутили, Что Сократа потом нервно курили бы в сторонке, Знаете ли, С Аристотелем вместе. Все мудрецы греческие, Они бы, Как бы, Все бы были бы ничто. Но, Дух Святой, Интересно, Вдохновил еврейских апостолов, Да, Писать на простонародном, Сельском, Греческом языке. Это сейчас он воспринимается, Как высоко духовный такой, Знаете ли, Ну, До смешного доходит. Вообще-то, Это греческий, Это кори, Это простой язык. Так вот, Я к чему это все говорю-то? Что в старом греческом языке, На том наречии кои, Да, Значит, Да и на высоком греческом языке, То же самое, В принципе. Во времена Иисуса Христа, И в античной литературе лет за 300 до него, До нашей эры, Как мы говорим, Да, И лет 400-500 после уже Иисуса Христа, В греческой литературе. Слово баптизо встречается нередко. Баптизо. То есть, не только в Евангелиях, Оно есть и в греческой литературе. Но оно имеет значение совершенно другое. И чаще всего использовалось для описания соленья огурцов. Ну, еще для прокраски тканей, Для еще некоторых вещей. Но чаще всего для соленья овощей. Огурцов, в частности. Любите все огурцы? Да. Никто не принес случайный банк огурцов, кстати? Не знаю, я что-то подозреваю, Может, есть там? На даче. На даче? А, все, понял. Ладно, откроем. На даче продолжим тогда. На даче продолжим. Хорошо. И, значит, дело в том, что для описания соленья огурцов именно использовалось. То есть, в старом греческом баптизо означало погрузиться и там и остаться. Просолиться. То есть, не вытащить, сразу не выпрыгнуть из воды. Вот. То есть, баптизо, пропитаться всем этим, да, во что-то погрузился. Просолиться. Тогда смысл меняется. Смысл меняется совсем, да. И, знаете, интересно, что... Вот поэтому читаешь, когда ранних отцов в церкви, я все время раньше удивлялся, почему у них толкование немного отличается от более современных, ну, средневековых отцов, допустим. Почему у древних отцов толкование многих мест отличное. И когда я начинал интересоваться, а у нас там, я бывал на лекциях, еще 87-й год, 88-й год, значит, на лекциях в Ленинграде. Ну, я в Загорске тогда был, значит, Сергей Посад нынешний, в Московской области. А приезжал в Ленинград, ну, чаще всего за книгами прикупиться там, ну, и за Каратскими, я же художник еще, по своей специальности, да, Зарковный. Вот тогда училище как раз заканчивало Орловское художественное. И, понимаете, значит, ну, Ленинград был для меня как-то как Мекка. То есть, как для любого художника-музыканта, тогда Ленинград это просто, ну, святыня, будем так говорить, да. И, знаете, так вот, хотя я художник, но больше, кстати, общался там с музыкантами. Ну, почему-то так у меня все время получалось как-то по жизни. Хотя я сам не играю на музыкальных инструментах, но все время общался там с музыкантами больше, как-то доводилось мне так. Вот, и, знаете, интересная вещь такая. Там преподавал очень хороший учитель. В то время он был жив, этот, и вот разнили отец Январь, так, у нас там. Отец Януарий. Значит, да, значит, хороший был очень, знаток греческого языка. Ну, он в Союзе считался, в Советском Союзе у нас считался лучшим вообще тогда, знатоком греческого языка. Это, ну, перед ним академики, такие как Сергей Сергеевич Аверенцев и старых академиков снимали шляпы, как говорится, да, лингвисты старые. Потому что знали, что, значит, отец Януарий, он, короче, ну, реально лучший среди лингвистов. Хотя в СССР не признанный совершенно, конечно, в научном мире. Ему предлагали в свое время, еще в 50-е и 60-е годы карьеру ученого до лингвиста, но он избрал карьеру священнослужителя. Будем так говорить, пошел по другой стезе, пошел совершенно. Вот, значит, но любовь, вот, к греческому он сохранил на протяжении всей своей жизни. Вот, греческий Новый Завет, допустим, Евангелие, 4 Евангелия напомнил на память на греческом языке, на старом греческом. Вот, цитировал, будто потрясающе было. Был хороший очень знаток такой языка. И вот он доказывал, он рассказывал интересные вещи такие. Я приезжал на лекции, я просто вот с ответом ртом просто был, знаете ли. Что оказывается, на самом деле, вот, толкование ранних отцов отличается, потому что они воспринимали текст, каким он был тогда. А потом язык поменялся, в раннее средневековье еще стал меняться, многие значения другие уже слова имели, и поэтому уже толкования немного отличались уже. И вот, братья, слушайте, вот малосольные огурцы, да, все любим, да, наверное, ну, кто любит, кто не любит. У малосола своя прелесть есть, да, какая, что он на шкруте соленый, да, но внутри еще свежих, свежих. Да, он сохраняет сочетание, это вкусовое сочетание, непередаваемое такое, да, вот, незабываемое. А, значит, свежего и соленого, среднее такое состояние. Вот самое интересное, греки баптизу не относили к малосолу. То есть малосольные овощи, да, и огурцы, в частности, они баптизу не называли. То есть это не баптийские огурцы. А баптийский огурец какой был? Тот, который имел соль в себе уже. В себе уже, не просто на шкурке, да, а внутри себя уже имел соль, просолился уже солью. И Новый Завет говорит, да, имейте соль в себе, не просто на шкурке, да, не просто что-то там немного, чуть-чуть просолитесь, а внутри такие же, как или товарищ сейчас по грядке остался. Вот, значит, это как бы, значит, не то, совсем не то. А баптизу, это просоленый огурец полностью, который, вот, кстати, баптизу, еще интересно, он не только сам процесс принимает, он и отдает. Как и огурец, он, допустим, не только воспринимает все, что в рассоле, там, чесночок, перчик, травка, все там, соль, сольца, все это он всегда принимает, да, этот дух. И он уже от своих товарищей по грядке отличается всем, и запахом, и вкусом, и цветом всем, да, он уже другой совсем, другая сущность его. Так вот, но он и отдает кое-что. Рассол отдает свой дух огуречным. Вот почему рассол он добавляет, очень вкусный, да. Когда огурцы отдают именно, есть сорта огурцов, вот, допустим, Нежинские огурчики знаменитые, да, в чем их специфика? У них свойство отдавать свой дух этому рассолу, потрясающе. В Зарской России, в Императорский дворец, допустим, доставляли именно Нежинские огурчики. Почему? Потому что именно вот у них, у этих сортов, которые там произращивают, пробовали в других регионах высаживать, те же самые огурцы, тоже сорт, не такой эффект. А вот как-то почва, как, допустим, в Сызрани, да, помидоры, вот то же самое. Такие же, Черный Принц, того же самого, высаживают где угодно, вот не тот совершенно. Не тот такой, не тот помидор. Если вы Сызранский помидор попробуете, да, вот на территории Федерации Российской, это земля, она самая помидорная, вот реально самая помидорная. Я сам с Поволжьей, я знаю, о чем говорю, я родом с Поволжьей, поэтому, вот, ну не Сызрани, правда, но неподалеку, в общем. Вот, и, так вот, и верующие, погружаясь в Бога, пропитываются им и себя отдают ему. И мы пропитываемся им, он пропитывается нами. И это процесс Бога-человечества, потрясающий процесс. Восхитительный самый процесс вообще, удивительный самый процесс. Бога-человечества. Иисус положил начаток этому процессу. Он стал вот этим Бога-человеком, Бога-человечества, Бога-воплощения. И каждый верующий, вот уже два тысячелетия, да, это таинство, оно раскрывается постепенно. Таинство Бога-человечества. Таинство Бога-человечества. Спасибо тебе, Господь. Так что, товарищи огурцы и огурчихи, пропитывайтесь Господом. Вот, ну и я обычно, как бы, я вот себя в церкви так говорил, что от огурца, первая западная огурца довольно простая, работа очень простая. Расслабься. У него работа очень простая. Не высовывайся, короче. Попал, все, ты, значит, знаете ли, вот, все, пребывай в нем, все. Просто пребывай в нем. Вот, и чем больше, ну, лучше ты расслабишься, тем лучше будет. И для тебя, и для Господа вообще. Вам обойдует очень хорошо. А если будешь напрягаться, дергаться, значит, и себя что-то показывать, значит, там, и закрываться, вот, но, как бы, ну, ни тебе, ни Богу от этого хорошо не будет. Не просоришься. Вот, да, и сам не просоришься, значит, там, и Господь возьмет, что такое, ну, скажешь, ну, на стол не поставишь такое, значит, и даже виник нет, не поедешься. Но знаете, дай Бог, чтобы каждый из нас был таким огурчиком, чтобы Господь достал так из ванночки, так хрустнул, баптизо, вот это я понимаю, и ангелы сказали, вот это красота, вот это да, да, точно, но ангелы очень радуются, когда мы баптисты становимся, настоящие баптисты. Кстати, я в Рязани тоже проводил на эту тему семинар в баптистской церкви, на Бутырках, первая баптистская церковь там, несколько лет назад проводил семинар, вот, значит, и Рязань для меня особенный город вообще, для меня особенно святой город, потому что я там начинал как священник служить в Рязани, ну, до 91-го года я служил как чтец, диакон, ибо диакон, диакон, а в конце 91-го года меня руководили там в Рязани в священнике, вот, и поэтому Рязань для меня как бы всегда была особенной. И когда предложили в Баптистской церкви провести семинар, я, конечно, сразу же, да, конечно, я буду очень рад вообще послужить Рязани, моему городу. Я в молитвах часто вспоминаю этот город. И знаете, интересно, когда я проводил семинар, на второй вечер пастор Анатолий Риген, он, значит, подытожил, как бы, значит, там все там, да, вечером. И микрофон берет, значит, говорит, значит, я, говорит, баптист, баптистыч, баптистский, говорит. и мой отец был служителем баптизма, и мой дедушка был баптистским пастером, пресвитером. Короче, ну, комар носа не подdaщит, я, говорит, баптист, баптист, есть баптистский, говорит. Могатт, послушал батюшку, не думал никогда, что батюшка принять к нам и будет учить православный нас, баптистов, быть баптистами. Вот, в кои-то веке, говорит, и я, говорит, понял, вот к окончанию серии на п Escobol понял, говорит, что мне еще до баптизма еще далеко, говорит. Вот, я, говорит, баптист, баптист, И он подытожил, очень красиво нашел такие слова хорошие, что давайте будем действительно погружаться в Господа, пропитываясь действительно Его сутью, сущностью Отца, Сына, Святаго Духа, погружаясь в Него и пребывая в Нем. Поэтому слова Иисуса, как вот именно ранее отцы видели, ну более вернее они виделись на самом деле, что речь идет не о водном крещении, хотя я не против такого толкования, не против, я сам так тоже толкую, я очень люблю крестить народ, вот у нас в августе тоже будет крещение как раз, и я очень люблю крестить народ, хотя это не мое главное призвание, но люблю очень. И у нас в церкви, и в гостях тоже, когда бываю, участвую с удовольствием, поэтому если нужно кого покрестить, только скажите, я тут как тут, к вашим услугам. Вот, значит, да, не, потому что это очень, ну, очень красиво, и очень правильный таинство даже церковное такое, знаете ли, таинство веры, вот, и я очень люблю это таинство, вот, как венчание, так вот и крещение, потому что там такое, знаете ли, есть такое очень такое потрясающее, по отношению ко Христу и к церкви, ко всей вообще таинства. Но, при всем уважении к этому толкованию, значит, о действительности идет речь в большей степени именно о нашем погружении в Него самого, в Господа, понимаете ли, в самого Господа, в Его сущность, погружении и пребывании в Нем. Поэтому, дети, пребывайте в Нем, пребывайте в Нем, не где-то, а в Нем. И это, в первую очередь, прослока здесь и здесь происходит. Это не как, ну, вы прекрасно понимаете, да, что чисто там физическим хождением куда-то это не произведет никакого действия, да, как с гуся вода, в общем-то, да. Значит, ну, в лучшем случае. А в худшем, ну, знаете, когда огурец, он не проходит прослоку, он, ну, что, ну, сопливый, все такое, выкинуть и все, получается, да, значит, знаете ли, я в селе прожил несколько лет, будучи потом в Рязанской области, потом в Брянской области, простым сельским священником, значит, на приходе в селе в Рязанской области и в Брянской области до 96-го года. Был, ну, традиционным православным священником, не реформатором, не обновлядцем, просто простым сельским батюшка был. И на приходе, мне очень нравилось, ну, на приходе очень здорово в селе батюшка, ну, с голову не помрет, бабушки подкармливают батюшек, я был доволен, у меня была такая пайка такая, значит, норма такая, значит, утром с утренней дойки, трехлитровая банка молока и до обеда я только молочко, вот такое парное, это попивал, значит, баночку, значит, это мой был первый, второй завтрак такой, банком молока, а потом все остальное уже шло у меня к этому, ну, я, короче, как тот кот, там, сметаны, во, да, 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 ну, я был очень доволен, вот, значит, и, ну, как бы, да, и были бабушки, которые такие, рукодельные такие бабушки, вот они, допустим, мы там уже приметили, раскушали в селе, у кого какие-то соленья, варенья, и вот были бабушки, ну, которые тоже хорошо делают, но не так. А были такие, что, ну, и выкинуть жалко, ну, и съесть не съешь, и людям даже не дашь, ну, 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 честно говоря, не все бабушки-то хорошо умеют готовить, некоторые, ну, не с той стороны руки, видимо, как бы, ну, просто не их харизма вообще. А есть такие рукодельные, что, ну, диву даешься вообще, там, там, банк у тебя огурцов, баба Катя была такая у нас там, бабуся, на приходе, в Рязановской области, потрясающая бабушка вообще, вот, приносила огурцы, вот, домашние свои, вот, все село отдыхает вообще. Знаете, банк огурцов открываешь, на всю комнату запах этот, потрясающий, там и чеснока не пожалела, там и перчика бросила, там и всего-всего, травки всякой, настолько у нее сильно все это пропилилось, огурец там, ядрено такой, что аж, там, как-то, глаз вырвели. Значит, но, но красота, вот, значит, она такая рукодельная была такая, там у нее все, вот, у нее, как бы, не знаю, квасок у нее самый лучший вообще, вот, квас она делала самый лучший вообще в селе. Вот, и знаете, вот, я понимаю, что Бог хочет нас просолить, но, уверовав, мы попадаем, ну, в разные рассолы, как бы так, ну, мягко так говоря, в разные, ну, не то, чтобы раз, Бог везде разный, нет, он везде одинаков-то, но, понимаете ли, где-то там сольца пожалели, где-то там не доложили чесночка, где-то не усмотрели, там, про травку какую-то, знаете ли, там, ну, у кого-то просто не хватает, там, ну, как бы, ну, даже смекалки, что-то дополнительное. То есть, рассол, друг, общение наше больше церковное, да? Да, да, да. А бывает соли вообще мало. Да, да, а кто-то сахаров больше любит, да, знаете ли, там, ну, всякие, есть хитрости всякие такие, вот, значит, и, но что интересно, вот, наше общение, когда мы ходим во свете, да, и имеем общение друг с другом, кровь Иисуса омывает нас. Аминь. Аминь. Когда происходит действие года, тайна, тайна церкви, тайна, настоящее единение, настоящее. И вот местное писание, которое я прочесть, 17, 17, там говорится, что, что, освети их истины твои, слово твое есть истина. То есть, настоящее единство в истине, ни в чем-то другом. Вот, 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 реально, настоящее единство только так. А, если для многих людей в этом мире истина, это что такое, да, истина? Для нас, верующих, евангельских, библейских, мыслящих, это кто истина? Это Иисус. Понимаете? Поэтому настоящее единение, это то, что вот Александр Меньевич говорил тогда, вот, значит, в конце 80-х, он его, типа, подчеркнул, это, кстати, в Москве на Красной Пресне он тогда проводил, как раз, эти занятия, потрясающие были. Он говорил, что, значит, христоцентричность, христоцентричность, он это вот, как бы, даже, ну, озаглавил, как вот именно, ну, эпиграфом, христоцентричность, как панацея для церкви, христоцентричность, как панацея для тела Христа. Вот, думаю, вот это, да, потрясающе. Вот, и, знаете, это действительно панацея для тела Христа, исцеление. Это как бы, не знаю, это на все ответ один. Потому что Иисус, когда Он беседовал, помните, с одним из учителей Израиля, с Никодимом, Он сказал так, что как Моисей вознес змея в пустыне, так должно быть вознесено Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир. Мы называем золотым стихом Библии, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Это ключевое место Писания считается, в котором открывается вся Библия. И Моисей в пустыне, стоп, это же в числах описано, да? Помните, да? В числах, во время исхода события 3331 год тому назад, бывшие, как раз вот в это время, собственно, ну чуть попозже. Потому что сейчас время от Пасхи до Пятидесятницы, это время как раз событий, которые исхода, событий исхода и прихода к горе, как бы, где вот, собственно, произошло чудо Пятидесятницы, да? Шевуот, знаете, да? Или нет? Ну, ладно. Короче, вот в это же самое время, 3331 год тому назад, Моисей с евреями и неевреями, со всеми, кто уверовал, они шли к горе в эти же вот самые дни, что называется. Сегодня какой там день уже, там, 43-й, что ли, от счета. Ну, я уже сам сбыл с отчета, не помню сейчас. Вот, значит, и, то есть, 50 дней отчитать от Пасхи, да, значит, и вот они подошли к горе. В этом году Пятидесятница в библейском исчислении будет 9-го, получается, 10-го, да, у нас числа, да, вроде как бы. Ладно, потом. Значит, и июня. В церковном нам попозже будет, в церковном календаре, в православном. Ну, из-за антисемитизма, как бы, многие другие всякие там проблемы, то это, как бы, обычно все время позже праздновается. Ну, лучше поздно, чем никогда, конечно. Вот, значит, но, значит, и потом, после горы, после дарования заповедей Торы, День Пятидесятницы, он об этом говорит изначально, как бы, да. Для нас, новозаветных верующих, это еще и событие 2000-летней давности, 1989 лет тому назад, когда Дух Святой сошел на Первую Церковь, почти 2000 лет назад, это таинство свершилось, и Церковь облеклась силой свыше, Духом Святым. Поэтому День Пятидесятницы для нас имеет такую двойную даже ценность. С одной стороны, это дарование Торы, заповедей, Слово Божьего. Бог, выведя из рабства, привел горе, дал Слово Свое на 50-й день. А с другой стороны, там, 2000 лет назад, это чудо, когда Он облек силу свыше Церковь свою, свой народ. Удивительная история. То есть, даже многие говорят, что это, как бы, как День Рождения Церкви. Да. Ну, хотя это не совсем так, опять-таки, если положил руку на сердце, это не День Рождения Церкви. Потому что День Рождения, это все-таки, это Голгоф, это на кресте у нас рожался, собственно. Вот, значит, и в самом рождении было мало красиво, честно говоря. Ну, роды, они, как бы, значит, это не зрелище для слабонежных. Вот, тем более, роды такие, когда, значит, рожались миллиарды людей просто. Вот, Иисус на кресте рожал всех нас. Вот, и Голгоф стал вселенским родзалом таким, знаете ли, где Он в муках рожал всех нас. И каждый рожденный свыше человек на протяжении этих 2000 лет свое духовное перерождение, рождение свыше, связывает с кровью Христа, рождением. Ну, кровь от крови Его, плоть от плоти Его. Поэтому Он нас рожал всех на кресте, церковь родилась на кресте. А в День Пересятницы, это я называю, как, знаете, какой-то выпиской из рундома, допустим, да, вот, уже явно на мир, уже все, да, уже, уже показано, уже, уже там уже можно хоть на что-то посмотреть, как бы, знаете, у меня шестеро детей, поэтому, как бы, значит, да, ну, как бы, многодетный папа. Вот, значит, двое внуков уже, вот, внук и внучка, значит, да, вот, а так, значит, шестеро детей, у нас все пополам как-то так получается, 50-50. Видите, трое мальчиков, трое девочек, вот, значит, да, и интересно, что, да, вот, как выписка, торжественная. И вот в День Пересятницы, да, при наступлении Дня Пересятницы сошел Дух Святой и облег силы свыше. Так вот, Иисус, он отсылал, как бы, Никодима туда, в числах, вспомни, что было там, в числах, вспомни, что описывалось тогда, когда люди, вышедшие из Египта, путешествовали по пустыне 40 лет. Вот, значит, слушайте, Чарльз Пепджен был такой король проповедников, протестантский такой, золотовуст был в 19 веке. Он, мне очень нравится он, и часто его так цитирую я, значит, так вот, и он говаривал, что 40 дней надо было Всевышнему Богу, чтобы вывести нас из Египта. Но 40 лет понадобилось, чтобы Египет вывести из нас. 40 дней, чтобы нас из Египта, но 40 лет, чтобы Египет из нас вывести. Знаете, мне так понравилось высказывание-то. Вот, и, знаете, вот в процессе выхода, наш выход из царства тьмы-то, это прекрасно, но вот выход царства тьмы из нас, это уже, как бы, бывает, у многих затягивается на очень серьезное. Нет, есть, конечно, такие, как и Суславин, там, и Халев, там, у них прям сразу, он раз, бац, и уже переключился, вообще, он как будто вообще, он все время во свете был, вообще, удивительно.